В Сочи снова сносят самострой. Застройщик возвел лишние этажи. Город, который всегда с тобой. Под таким девизом Сочи отметит День города. Уже готова афиша мероприятий. В Сочи представят весь блеск Азии. Международный фестиваль продолжится двумя яркими этническими шоу. Это не кадры боевика, а обычное упражнение. В Сочи впервые прошли краевые соревнования по практической стрельбе. В Сочи сносят очередной самострой. В Амеретинской долине собственник приступил к демонтажу незаконного объекта, а застройщик превысил этажность. В 2017 году застройщику было дано разрешение на строительство трехэтажного дома общей площадью 900 квадратных метров. В январе прошлого года комиссия зафиксировала нарушения. На незавершенном капитальном объекте были обнаружены конструкции четвертого этажа. Кроме того, хозяин обустроил дополнительный цокольный этаж. Администрация города выиграла суды всех инстанций и исполнительный лист был передан судебным приставам. Здание строилось без разрешения, без экспертизы. Гостроинадзор не осуществлялся. В связи с чем есть опасность того, что данное здание может не выдержать тех требований, которые предъявляются к многоквартирным зданиям в данном городе. А именно сейсмическая опасность. В связи с тем, что застройщик опасается того, что в соответствии с законом мы имеем право изъять у него земельный участок, он сегодня добровольно вывел бригаду и приступил к демонтажу данного здания. На прошлой неделе также начался снос двух незаконных строений на улице Бакинской. Изначально для работ был нанят подрядчик, но теперь застройщик решил не терять землю и снести незаконный дом самостоятельно. К Новому году оба самостроя будут полностью демонтированы. И продолжаем. Школа по улице Марины Цветаевой в Краснодаре откроет свои двери уже в сентябре следующего года. Вместе с мэром Кубанской столицы учебное заведение сегодня посетил глава региона. Здесь за парты сядут 1100 учеников. Здание состоит из двух блоков для начальных и старших классов. Сроки строительства новой школы пришлось переносить из-за корректировки проекта. Вениамин Кондратьев отметил, что в первую очередь важно не только количество построенных учебных учреждений, но и их качество. Сдвинулись сроки сдачи этой школы в эксплуатацию. Конечно, это нехорошо, безусловно, но было бы хуже, если бы мы сдали школу некачественную. Вот здесь я никогда не гоню за количеством. Никогда не гоню за количеством. Это важно. Но качество школ и самого строения, и самой постройки качества, и внутренней отделки – это очень важно. Не хорошо, чтобы мы сдвинули стройки, но мы выиграем в качестве. Вениамин Кондратьев также осмотрел проекты новых учебных заведений детского сада и школы. Их также планируют разместить в районе западного обхода. Как отметил губернатор, такой подход должен быть применен ко всем жилым зонам Краснодара. Недопустимо, чтобы такая застройка не была обеспечена необходимой социальной инфраструктурой. Студентов и школьников лучших в своем деле наградили в Краснодаре. Чемпионы регионального этапа WorldSkills получили медали и почетные грамоты. Их на сцене Дворца искусств вручила вице-губернатор Анна Менькова. Она отметила, Краснодарский край проводит свое первенство в пятый раз. И кубанским специалистам уже есть чем гордиться. На всероссийском турнире регион регулярно входит в десятку лучших. Это та самая история, в которой точно нет побежденных, есть только победители. Вы знаете, я была свидетелем и тоже смотрела несколько компетенций в этом году. И, конечно, была потрясена тем профессионализмом, который сегодня показывают участники из Краснодарского края. И те победы, которые у нас есть за эти четыре года, это, безусловно, достижения каждого из вас. И я рада, что сегодня уровень наших колледжей и наших техникумов такой высокий, что мы по праву можем вами гордиться и по праву можем говорить о том, что Краснодарский край по-настоящему стал лидером России, в том числе и в чемпионате WorldSkills. Мы входим в десятку регионов самыми высокими результатами. Турнир проходил в 80 компетенциях, в том числе и новых, таких как агрономия и укладка напольных покрытий. В конкурсе молодых профессионалов на Кубани участвовали 547 человек. Это рекорд. Занимаюсь я у себя в колледже, Крымский технический колледж. У нас там есть пекарня, в ней нас и подготавливают. Это было, конечно, сложно. Я боялась, я до последнего не верила, что займу первое место. Дальше им предстоит продолжить свой путь в чемпионатном движении. Они будут представлять наш регион, Краснодарский край, на отборочных соревнованиях, для того, чтобы пробиться и доказать, что они лучшие в рамках национального финала, который будет проходить в этом году в июле в Кимеров. Мы пожелаем всем нашим победителям успехов и удачи. С 2015-го в движение WorldSkills влились свыше полутора тысяч жителей края. Турниры профмастерства проводят в 80 странах мира. Россия участвует в этом движении с 2012-го. За все время представители Кубани принесли в копилку нашей страны 55 медалей разного достоинства. Более 7 тысяч волонтеров из России и зарубежья приедут в Сочи. Со 2 по 5 декабря здесь пройдет Международный форум добровольцев. Мероприятие будет приурочено к Национальному и Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря. Местом проведения форума станет Олимпийский парк и, в частности, главный медиа-центр. Там пройдут выставочная и деловая программы с мастер-классами. Предусмотрена и развлекательная программа для участников. Это в том числе экскурсии по знаковым объектам Сочи. О своем намерении приехать на форум уже заявили 7 тысяч волонтеров, экспертов, представителей министерств, социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов из разных стран. В качестве помощников для них выступят сочинские добровольцы. Сегодня официальный старт набора волонтеров на Международный форум. Присоединиться к нему может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту или позвонить по телефону, либо заполнить анкету в здании волонтерского центра на Советской 26А. Завершится набор волонтеров 23 ноября, затем начнется обучение. Мы готовим 400 человек. Из них нам необходимо 100 англоговорящих, которые будут помогать в организации форума. Функций довольно много. Это и встреча провода в аэропорту, очень важная функция логистов. Это те ребята, которые будут работать с приезжающими 125 человек. Это те, которые работают с командами. Помимо того, что они координируют, куда им идти, в какую секцию сейчас посетить, ну и, соответственно, проводят в соответствии с ними знакомства, потом обмен опытом. Вот такая очень логистическая функция, которая ляжет в этот раз на добровольцев. Подготовка к этому событию началась по всему Сочи. Вопросы, связанные с транспортом, проживанием участников, а также обеспечением безопасности, обсудили в мэрии на заседании Оргкомитета по подготовке к форуму. В нем приняли участие глава города, его заместители, руководители профильных ведомств и представители правоохранительных органов. Добавлю, что форум стартует 2 декабря, завершится 5 концертной программой. Ключевым событием церемонии закрытия станет вручение премии победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». Город, который всегда с тобой. Под таким девизом Сочи отметит День города. Мэр Алексей Копайгородский провел заседание Организационного комитета, на котором обсудили основные моменты подготовки к предстоящему празднику. День города Сочи отмечает 21 ноября. Празднования же начнутся 19-го и продлятся вплоть до 24-го. Мероприятий запланировано несколько десятков. Это концерты, выставки, мастер-классы, торжественные награждения. Организационные вопросы мэр Сочи обсудил с главами районов и начальниками городских управлений. Нам нужно организовать действительно достойный праздник День города. У вас есть определенные традиции, которые заложены не нами, заложены народом, заложены местными жителями и ни в коем случае их нарушить нельзя. Нужно подготовить город в самом серьезном виде его. В сам День города торжества начнутся в 8 утра богослужением в храме Михаила Архангела, покровителя города Сочи. Продолжатся крестным ходом и концертом духовной музыки. Массовые мероприятия намечены на субботу, 23 ноября. В полдень в Черешневом саду юных сочинцев ждут 15 игровых площадок. В 14 часов от ЗАГСа стартует пешеходная экскурсия «Исторический бульвар». В Эмеретинке пройдет массовый легкоатлетический забег на кубок главы города. А гала концертов будет сразу два. На площади флага в 17 часов состоится концерт Духового оркестра Росгвардии, Биг Бенда Сочи, Симфонического оркестра города. И главный сюрприз – выступит приглашенная звезда, кто именно пока держится в секрете. Почетными гостями праздника станут делегаты из британского города по братима Челтенхэма. А на площади Южного мола также в 17 часов ожидается концерт молодежных кавер-групп города. Далее в программе – галоконцерт фестиваля живой музыки с участием звезды отечественной эстрады Нюши. Ну и в завершении дня – праздничный фейерверк. Подробнее ознакомиться с графиком празднования Дня города можно на нашем сайте fkt.com и официальном сайте администрации Сочи. Обсудили на Оргкомитете и концепцию оформления городской среды. Ключевым цветовым акцентом дизайнеры выбрали оранжевый цвет – цвет апельсина, мандарина и хурмы. А ключевой образ – маленькая девочка, которая держит в руках кисть и палитру с оранжевым цветом и рисует букву «О» в слове «Сочи». Силуэт города в этом году пополнили такие достопримечательности, как скульптура Мацеста, сочинский маяк, ротонда парка Фрунзе, колонна со скульптурной композицией Михаила Архангела и телебашня. Инга Габешия, Николай Тихонов, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 13 ноября в Сочи ясна температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 18-20 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 17. В Красной Поляне ясна температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 19, плюс 21. Если лидер, то со школьной скамьи. Участники школьных ученических советов встретились с главой Сочи Алексеем Копайгородским. Старшеклассники задавали мэру самые разные вопросы, от личных до социальных. Наиболее яркие фрагменты встречи в следующем сюжете. В самом начале встречи активисты затронули тему предстоящего празднования 75-летия Великой Победы. Например, ученики 4-й школы Центрального района хотят создать в Сочи аллею ветеранов. 9 мая старшеклассники планируют высадить деревья вместе с участниками Великой Отечественной. Школьников волновали и другие праздники. Десятиклассница Василиса Белянчева спросила у главы Сочи, планируется ли в городе проведение выпускного по типу «Алых парусов». Алексей Копайгородский ответил, что все зависит от количества желающих и грамотной проработки формата мероприятия. Я очень рада, что наконец-то поговорила с Алексеем Сергеевичем. И были действительно важные вопросы, которые требуют решения. Он на них ответил, и я думаю, что все в будущем будет хорошо. Дети задавали вполне взрослые вопросы о развитии Лазаревского района, освещении улиц и строительстве новых школ. Старшеклассник Егор Белых решил поговорить с мэром на более школьные темы. Какие книги вы любите, какие писатели предпочитаете и посоветовать подрастающим поколениям? Здесь, на территории нашего края, был Михаил Юрьевич Лермонтов. Его почитайте. Александр Сергеевич Пушкин. Это простые рассказы, но в них заложен очень серьезный смысл. Почитайте Руслану Людмилу. Мы расспрашивали и о любимых видах спорта, и о защите бездомных животных, и о развитии молодежной политики. Встреча продлилась чуть больше часа. Задать вопрос успели не все, но глава Сочи обещал вновь встретиться с лидерами школьных советов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сербия, Белоруссия, Украина, Грузия и, конечно, Россия. Едва ли не весь православный мир представлен на кинофестивале «Вечевой колокол». В Краснодаре прошел первый день конкурса. В этом году заявлено больше 200 работ от десятков участников. На торжественном открытии всех поприветствовал губернатор края. Гениамин Кондратьев отметил, что подобный фестиваль – это гораздо больше, чем стандартный просмотр фильмов. Если у людей мира внутри себя нет гармонии, то откуда же взяться миру в семьях? Откуда же взяться миру на улицах, в городах, в крае? Откуда взяться миру, если внутри нету согласия? Вечные ценности, которые сегодня фестиваль «Вечевой колокол» провозглашает, показывает, стучится, идет. Они необходимы, чтобы будить те, кто еще не понимает, что если они не встанут на дорогу созидания своего района, края, страны, никто другой за них эту миссию, функцию, жизненное призначение не сделает. Фестиваль в 21-й раз собирает фильмы-призеры ведущих отечественных и зарубежных тематических конкурсов, президент премии и народный артист России Виктор Захарченко. Во многом благодаря ему событие стало авторитетной площадкой в киномире. Фильмы эти просто потрясающие. Они на больших экранах бывают очень редко и трудно доступны. Есть много всяких препятствий. Поэтому, когда они привозят сюда, это большая радость. Совершенно точно. Они очень душеполезные. Они обращены к самой глубине души, а душа передает сюда глубине ума. И тогда начинаешь понимать, что трудностей очень много в нашей жизни. Невероятно много. Но вы знаете, и опускать руки мы не должны. Здесь не только оцениваются ленты, но и создаются условия для обмена опытом. В конкурсе 11 номинаций участвуют как документальные, так и игровые ленты. Оцениваются и режиссерская работа, и операторская, и сценарий, а главное – идейная составляющая. На открытии фестиваля выступили кубанские народные коллективы. После гостей смогли увидеть работу Николая Бурляева, отменивший войну. Завершится фестиваль 15 ноября. А в Сочи представят весь блеск Азии. Международный фестиваль в парке науки и искусства «Сириус» продолжается двумя яркими театрализованными шоу. Их покажет Бурляцкий национальный театр песни и танца «Байкал». Концерты театра «Байкал» пройдут в рамках фестиваля балета и танца, при этом продолжат тему Азии. Зрители увидят национальный корейский женский танец с кинжалами, китайский танец с перьями, танцы Будды и шаманов, услышат китайские песни и индонезийские распевы. Это полноценные этнические шоу, созданные на самом высоком профессиональном уровне. 15 ноября программа «Блеск Азии». Это экзотические танцы и песни народов Азии, созданные на основе традиционной и современной хореографии. Это 500 роскошных костюмов и головных уборов, специально сшитых на заказ в разных странах Азии. Концертная программа «Моя Бурятия» 16 ноября выбрала в себя все самое лучшее, чем богата самобытная культура древнего народа Восточной Сибири. Старинные обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, знаменитое «Горловое пение», авторские и народные музыкальные композиции. Начало концертов в Парке науки и искусства «Сириус» 15 и 16 ноября в 19.30. Участниками проекта «Адаптивное самбо» в Сочи стали 17 человек. В основном это дети с поражением опорно-двигательного аппарата. Проект «Адаптивное самбо» получил президентский грант, и сейчас его приводят в пример в других регионах страны. В Сочи проект реализуется при поддержке Всероссийской Федерации самбо, администрации города, сочинского общества «Динамо» и при непосредственном участии специалистов реабилитационного центра «Виктория». На тренировки по «Адаптивному самбо» приходят 17 человек. Это дети с поражением опорно-двигательного аппарата, чаще с диагнозом ДЦП. Уникальная спортивно-оздоровительная программа на основе самбо направлена не только на оздоровление, но и на адаптацию детей в обществе. На средства гранта в спортзал купили велотренажер, беговую дорожку, а также уникальный тренажер для детей с диагнозом ДЦП – тренажер «Гросса». Опыт Сочи хотят перенять и другие регионы страны. Совсем недавно инновационную систему тренировок изучала делегация из Хантамансийского автономного округа. Кстати, в субботу, 16 ноября, пройдет городской турнир среди юношей и девушек, посвященный Всероссийскому дню самбо. Спортсмены будут рады болельщикам. Начало в 12 часов в спортзале на территории 9-й гимназии. В Сочи впервые прошли соревнования на Кубок главы города по практической стрельбе. Турнир собрал лучших стрелков со всей страны. Как прошли соревнования и в чем суть этого вида спорта вообще, расскажем в нашем следующем сюжете. Нет, это не кадры со съемочной площадки боевика. Это соревнования по практической стрельбе в Сочи. На чемпионат Краснодарского края приехали более 60 стрелков из разных регионов России. У нас есть тут и чемпионы России, мастера спорта международного класса. Соревнования строили судьи, которые выступают не только в России, но и по всему миру. Выстраивают такие матчи. Можно смело сказать, что уровень соревнований позволяет нам встречать гостей не только с России, но и со всего мира. В соревнованиях по практической стрельбе в Сочи использовались два вида оружия – пистолет и карабин. Турнир состоит из нескольких упражнений. В каждом – новый набор препятствий. Они воссоздают условия реального применения огнестрельного оружия. Каждое упражнение отличается от количества мишеней, соответственно, как бы длины там больше мишеней. Также и присутствуют бумажные, металлические мишени. Спортсменам необходимо за максимально короткое время поразить быстро, точно, а самое главное – безопасно – мишень. Одно из главных отличий практической стрельбы от пулевой или стендовой – стрелять нужно в движении. Стрелок должен уметь не только четко попадать по мишеням, но и делать это как можно быстрее. Время тоже идет в зачет. Практическая стрельба – это совмещение спорта, шахмат, логики и быстрого принятия решения. Поэтому я рекомендую молодому поколению заниматься практической стрельбой, потому что развивая мышление, интеллект. А самое грозное оружие – это не вот этот пистолет под названием «Кольт», а это наш мозг. Точность, скорость и мощность – эти три слова как нельзя лучше описывают этот вид спорта. Оружие боевое, поэтому большое внимание на турнире уделяют безопасности. Все участники и судьи – в наушниках и очках. Строго проверяется и техническое состояние оружия. За нарушение техники безопасности участнику грозит дисквалификация. На краевом турнире такого, к счастью, не случилось. Внимание! Вообще, чемпионат для участников – это не только медали. Стрельба, говорят спортсмены, это просто большое удовольствие. А турнир – долгожданная встреча единомышленников. Здесь расстраиваться нельзя. Дело в том, что у нас свой коллектив стрелков, где мы встречаемся, общаемся, занимаемся любимым для нас делом и видом спорта. Я думаю, что здесь это главное. В Сочи соревнования по практической стрельбе из пистолета прошли впервые. Теперь лучшие стрелки со всего края страны наверняка будут приезжать сюда чаще. В 2021 году город примет чемпионат мира по этому виду спорта. Правда, стрелять будут из пневматического пистолета пластмассовыми шариками. Чемпионат обещает собрать в Сочи более тысячи лучших стрелков из 50 стран. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.